Уважаемые коллеги, добрый день. Сейчас у меня камера немножко настроится, чтобы было видно и слышно нормально. Если можно, напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли вы меня слышите. Можно плюсик поставить, можно любой другой знак. Вот, вижу, спасибо большое. Мы начинаем нашу встречу. Вебинар у нас сегодня будет, я думаю, довольно короткий, относительно меньше часа. Я думаю, что мы минут 45, может быть, уложимся. Хотя тема на самом деле большая, и к ней можно подходить, подходить и подходить, и все равно будет оставаться что-то для обсуждения. Мы сегодня будем говорить об обучении к говорению на уроках английского языка. Мы посмотрим на некоторые ресурсы, мы посмотрим на приемы и на игры для начальной основной школы. Всего понемножку. Вот попробуем все вот это понемножку обсудить, посмотреть, увидеть, как это работает. И начнем с очень простого вопроса. Почему у школьников вообще возникают сложности с говорением? Как правило, все причины можно поделить на несколько групп. Самая большая группа – это когда нет причины говорить, то есть у учеников отсутствует мотивация. Почему так бывает? Иногда не хватает знаний каких-то, нечего сказать о чем-то. Но ведь на самом деле всегда можно сделать так, чтобы сказать было о чем. Для этого не обязательно давать какую-то фоновую информацию. Мы поговорим об этом сейчас. Но одна из проблем, которая бывает, она заключается в том, как мы формулируем задачу. Очень часто вместо того, чтобы ученикам поставить, например, задачу, о чем поговорить, зачем поговорить, с кем поговорить, когда он понимает, что надо делать, мы даем ученикам некую тему, когда говорим, или предметы говорения. Например, там, расскажи о путешествиях, а что рассказывать, зачем, для кого, мы про это не говорим. И тогда становится непонятно. Вот представьте, нам с вами кто-нибудь сказал бы, расскажите про ваше отношение к путешествиям. Ну, что тут расскажешь, люблю или не люблю путешествовать? Ну, пожалуй, и все. Даже мы, люди, которые опытные, которым много приходится говорить, с такой формировкой вряд ли справились бы. Я имею в виду, по крайней мере, развернутый ответ. Вряд ли дали бы. Как сделать более способствующим говорению задание? На самом деле, довольно просто. Внести в него те самые элементы коммуникативной ситуации, которых там не хватает. То есть, не просто говорить о путешествиях, а, например, расскажи о самом интересном путешествии, которое у тебя было. Уже становится понятно, о чем говорить. Расскажи, как можно добраться до твоего родного города для того, чтобы сюда мог приехать иностранный друг. Уже тоже содержание понятно и понятно, зачем говорить. Расскажи о своем самом любимом способе путешествовать, вид транспорта, например, и постарайся убедить всех, что это способ самый лучший. У нас появляется не только содержание, конкретно очень, но у нас появляется и цель. Зачем мы рассказываем? Затем, чтобы рассказать, что это самый лучший способ убедить. И тогда мотивация начинает появляться, потому что у нас задача внезапно конкретизируется. Почему я про это говорю? Потому что, к сожалению, я довольно часто вижу и даже в учебниках в некоторых, когда просто говорится. Вот задание подобного ОГЭ. Make a monologue on the topic. Что значит монолог на тему для ребенка, особенно в начальной школе? Он это не очень понимает. Как только мы конкретизируем, добавляем задачу, добавляем цель, зачем мы рассказываем. И, может быть, мы еще и добавляем собеседника, например, расскажи одноклассникам, расскажи зарубежному сверстнику. И тогда вдруг говорение становится очень понятной задачей, вместо того, чтобы говорить, что-то учитель не хочет, а чего не знаю. Вторая проблема, которая бывает, это когда ученикам не хватает языковых знаний. Они могут и рады бы поговорить, но у них возникает проблема, грамматики не хватает, лексики не хватает. Или иногда просто и грамматики, и лексики хватает, но ученик постоянно спрашивает, а как вот это сказать по-английски, а как вот это сказать по-английски. Как, например, сказать поехали, покатаемся на кораблике. Вроде бы простой вопрос. Мы знаем, как корабль будет, правда же? Например, там ship или boat. Давай покатаемся, у нас сразу появляется много вариантов. Правда, let's go for a ride, еще какие-то, но ride здесь не получится. На самом деле фраза-то очень простая, let's go on a boat trip, но тем не менее не всегда приходит в голову. Даже когда языковые знания есть. И здесь нужны опоры, какие-то образцы, как что-то можно сказать. Но еще бывают проблемы учеников, когда ученики просто стесняются говорить. Есть люди застенчивые, есть люди, которые чувствуют себя некомфортно. И вот эту вот застенчивость, ее на самом деле можно преодолеть так, чтобы это не было мучительно для ученика. Как же это сделать? Давайте посмотрим. Вообще любое говорение основывается на одной из этих вот четырех опор. Первая опора – это information gap. У одного участника беседы есть информация, у другого нет. И сразу появляется цель и мотив. Зачем нам эта информация делиться-то? Потому что я знаю, а собеседник не знает. Или наоборот. Вторая опора – это opinion gap. У одного человека одно мнение, у второго другое. Им хочется эти мнения сравнить, потому что мнение сравнивать интересно. Кстати, есть очень хорошие упражнения на opinion gap, которые позволяют ученикам и подвигаться, и визуально распределиться, и стать хорошей опорой для говорения. Как делается? Очень просто. Даете ученикам какое-то утверждение, которое, скорее всего, вызовет противоположные оценки. Оно может звучать в форме утверждения. Например, winter is the best season of the year. Или summer is the best season of the year. Вот несмотря на то, что большинство людей любят лето, есть люди, которые любят зиму. Они объясняют по-разному. У кого-то день рождения зимой, у кого-то просто жару не любят и прочее, прочее. Поэтому в любой аудитории найдутся как сторонники этого утверждения, так и противники. Либо вы можете задать просто вопрос, у кого какое любимое время года. И говорить ученикам, например, те, у кого любимое время года зима, или там, кто полностью согласен с этим утверждением, идите к этой стене. Те, кто полностью не согласен с этим утверждением, идите вот к этой стене. А те, кто скорее не согласен или скорее согласен, встаньте, например, в такой-то половине класса, определите сами, где стоять, чтобы показать свое отношение. И ученики встают, двигаются, распределяются, и вы уже видите, из кого какие можно группы собрать. Для того, чтобы пары были для обсуждения, для того, чтобы были дебаты, и чтобы точно пошел обмен мнениями. Потому что потом вы говорите, например, делите в пары, и говорите, объясните друг другу, почему вы считаете, что вот это время года самое лучшее. А задача собеседника – послушать, записать, например, аргументы, и потом сказать, с чем согласен, с чем не согласен. Вот у нас opinion gap – очень простая вещь, простейшее утверждение. Оно вдруг стало основой для говорения. Конечно, это только маленький пример. Таких утверждений может быть много по самым разным темам, практически по любым. И проблемам отношения в семье, и покупкам. Например, кто предпочитает ходить сам за покупками, один, кто предпочитает в компании, и так далее, и так далее. Третья опора – это experience gap. У кого-то есть определенный опыт, у кого-то этого опыта нет, и надо этим опытом поделиться. Например, что лучше делать в такой-то поездке? Куда лучше всего пойти в Москве погулять, если у вас всего один день проездом вы? Или еще что-то? Или что лучше всего с собой брать в поход? Расскажите, основываясь на собственном опыте. Ну и, наконец, игры. Самые разные. Начиная от игр – ходилок, бродилок, игр с карточками и заканчивая ролевыми играми. Мы сегодня посмотрим на эти игры. То есть, в общем-то, вот они принципы. Давайте мы начнем с решения проблем нехватки языкового материала, языковых опор и опор речевых. Хорошо? Новая книга, которая только-только выйдет в августе – это книга Елены Русиновой. Многие из вас знакомы с тренажером по чтению, вернее, с серией тренажеров по чтению этого же автора. Плюс есть еще тренажеры по фонетике, есть тренажеры по грамматике. И это новая абсолютно книга. Она называется «Активатор разговорной речи». Посмотрите, пожалуйста. Она довольно простая, и она как раз нужные опоры на самом первом году обучения и предоставляет 22 урока. Причем, если вы обратите внимание, то вы увидите, например, что тема шестого урока – фуд, и двадцать первого урока – фуд, и двадцать второго тоже – фуд. Но это не значит, что мы одно и то же повторяем, а это значит, что у нас потихонечку умения развиваются. И давайте посмотрим, как вот эта книга работает в качестве опор. Работает таким образом. Давайте мы возьмем тему, например, «Home», один из уроков, и посмотрим, что у нас происходит. Самое первое задание. Мы видим, что мы здесь… Так, одну секунду. Мы видим, что мы сначала просто работаем со словарным запасом, читаем слова, используя транскрипцию, затем дети пишут по образцу, читают. И вот у них название комнаты по картинкам, то есть начинают на уровне одного слова использовать. Затем ответь на вопрос «Запиши, прочитай», например, «Where my mom is in the kitchen», «Where is my mom», «Jane is in», «Jack is», и так далее, и так далее. То есть, видите, вместо того, чтобы ставить детям пугающую задачу для некоторых «Скажи сразу» целыми предложениями, мы идем потихонечку. «Посмотри на картинку, прочитай», «Прочитал», «Молодец», «Теперь подставь одно слово». «Теперь подставь кусочек предложения», «Закончи предложение». Вот так работает. Дальше «Запиши, прочитай». И сначала они пишут, а потом они читают. То есть здесь не совсем еще свободное говорение, но зато это вот те самые опоры, которые помогают ребенку говорить отдельными предложениями, небольшими фразами. Но здесь даже не просто небольшими фразами. Посмотреть три предложения о комнате – это уже микромонолог. Для первого года обучения это уже вполне достойная задача. И вот так построены все уроки. Когда мы очень аккуратно даем лексический запас и потихонечку идем, мы не объясняем время здесь грамматическое, мы не объясняем какие-то грамматические функции. Дети просто получают готовые речевые образцы, они эти образцы воспроизводят, подставляют мурную лексику, и это хорошее дополнительное пособие. Действительно, скорее активатор речи, правда же, чем учебник. И есть методические рекомендации для родителей и учителей, где расписан про каждый урок и общие подходы. Поэтому можно давать родителям, родители вполне в состоянии будут помогать своим детям. Пойдемте дальше. Как еще могут выглядеть опоры? Тоже такие очень постепенные, пошаговые для самой-самой начальной школы. Это серия книг, вернее, это пособие, которое состоит из двух частей. Елену Владимировну Жиралевой и Дарья Михайловна Тимошевой. Возможно, вы знакомы тоже с книгами этого же автора. Это «Как читать на пять» – замечательный книг, который многие пользуются. А это вот серия двух книг «My start with English». По-русски называется «На старт». Как работает? Точно такой же принцип. Посмотрите, пожалуйста. Готовые фразы. Но вот в этих книгах, в отличие от активатора разговорной речи Русиновой, здесь есть грамматический материал, объяснение. Я вам его сегодня показывать не буду, я просто хочу показать саму технологию этой работы, которая на самом деле довольно простая. Тоже детям предъявляются готовые фразы. У нас есть образец. Вот у нас они видят варианты ответов. «I'm Pete», «I'm Anne», «I'm Max», «I'm Kate». То есть это вещь, которую можно прямо с первого урока в жизни на английском языке брать. Затем ответить на вопрос о себе. «О, I, you» поговорили. Затем посмотреть, у нас добавляются еще фразы. Например, «I'm Pete», «I'm a boy», «I'm Anne», «I'm a girl». И ребенок две фразы говорит. А затем, посмотрите, мы идем дальше. Видите, я здесь пропускал некоторые страницы. То есть тут у нас были задания 3-4, а тут уже на правой страничке 9-10. И там у нас еще и возраст добавился. «I'm Pete», «I'm a boy», «I'm nine». И так далее, и так далее. И последнее задание. Ответь на вопрос о себе. «Who are you? How old are you?» Вроде бы все просто, но в конце такого урока ребенок уверенно воспроизводит микромонолог. Уже рассказ о себе. И это выглядит как чудо, когда в начале урока вообще почти ничего не умел, а в конце урока вдруг раз, я выхожу, и я умею сказать несколько фраз о себе. Я думаю, что вы согласитесь, что когда структура одна и та же языковая, «I'm», «I'm e» и «I'm цифра опять», то это ребенку несложно дается. А подставлять-то, в общем-то, легко в эту структуру нужные слова. Но зато, как это эффективно выглядит, и родители довольны, и дети. Когда урок прошел, и ребенок уже говорит, а упражнения такие маленькие, что они как раз и позволяют это все уложить в урок. Ну, в крайнем случае, можно разбить на два урока, если 10 микрозаданий у нас не улюблись. Такое тоже бывает, дети разные. Давайте разобьем пополам. Давайте сделаем, например, первые четыре в один урок, а остальные в следующий урок. Вот теперь мы продвинулись чуть-чуть подальше на несколько уроков. И посмотрите, вот у нас уже вторая часть этой книги. «My Start with English». Если с первой многие знакомы, вторая вышла относительно недавно. Но, тем не менее, посмотрите, здесь у нас уже задания, которые включают коммуникативную задачу. Не просто скажи, а помоги учительнице отгадать, кто находится рядом. Исправь предложение по образцу. Мы исправляем предложение, смотрим, и это уже превращается в игру. А потом в такую же игру можем поиграть. Плюс тут у нас задание на тренировку памяти. Например, «Выучи стихотворение». Есть стихотворение очень простое. Оно направлено на ту же самую отработку простейших грамматических структур. И вот вроде бы простые опоры, но они являются и языковым материалом, и речевым. Помните, речевый опор – образцы, как что-то сказать по-английски. Еще одна книга, которая содержит большое количество опор, это книга Татьяны Борисовны Клементьевой, автора знаменитых учебников «Happy English», которые в свое время давно появились, еще в 90-е годы, и которая, в общем-то, и принесла коммуникативный подход в российские школы. Книга называется очень просто «Talk to me». И посмотрите, как она работает. В книге есть персонаж, который с нами общается. И вот он сначала рассказывает про себя «My name is Misha. What's your first name?» И мы отвечаем по образцу. «My first name is» или «My name is» и говорим в свой возраст. Дальше он продолжает. «My surname is Pavlov. What's your surname?» И так далее, и так далее. Это вот те самые вопросы и ответы. И у детей есть и образец речевой, как это надо сказать. Они очень легко все это подставляют. Но самое главное, что это не просто вот некий такой сборник того какого-то набора ответов. Но здесь мы говорим во всех временах английского глагола. То есть здесь вот эти вот диалоги, они действительно на все времена. Поэтому мы с этой книжки можем начать на первых годах обучения. Но она нашим компаньонам станет несколько лет, хотя она совсем небольшая по объему, но она оказывается полезной. И вот посмотрите, когда мы дальше идем, у нас есть удобное объяснение системы грамматических римм в таблицах. И я недавно видел во Вконтакте есть замечательный совершенно преподаватель английского языка. Она очень интересное задание разрабатывает из Новосибирска. Ее зовут Рома Владимировна Наугольная. А во Вконтакте, самое интересное, у нее еще фамилия в скобочках вторая фамилия «Сень». Поэтому Наугольная «Сень». Если интересно, найдите, пожалуйста. Она очень интересно делает материалы для подготовки к ЕГЭ. Страноведческие задания к части лексика и грамматика. Так вот, она как раз недавно приводила таблицу вот этих вот объяснений времен из Happy English, то есть еще из учебника 90-х годов. А здесь у нас таблица есть чуть-чуть более современная, которая вышла относительно недавно. Понятно, что грамматика с тех пор не изменилась, но вот мы видим, как времена объясняются довольно просто. И потом, когда мы приблизились к концу книги, посмотрите, пожалуйста. Вот мы уже, например, present perfect continuous отрабатываем, но здесь еще разные времена. Например, I like to study English. Do you like to study English? I've been studying it since the fifth form. How long have you been studying it? I have taken a course of German. Have you studied any other languages? И так далее, и так далее. То есть у нас есть опять образец, как можно отвечать на этот вопрос, потому что автор начинает, вернее, наш собеседник начинает с ответа на вопрос, а потом он вопрос задает, то есть он сам на свой вопрос сначала отвечает. И ребенку просто достаточно подставлять информацию про себя. Вот таким нехитрым методом подстановки отрабатываются такие простенькие диалоги. И затем, посмотрите, вот у нас задание Ask your foreign friend по-русски. Вопросы названы, ребенок их произносит по-английски, а потом отгибает страничку и смотрит, как это должно было быть сформулировано. Простая вещь, с которой можно работать самостоятельно, которую можно включать в разные занятия на уроках на самых разных уровнях. И вот именно вот эта вот простота, она делает книгу и удобной опорой. И если вам вообще понравилась вот эта вот идея объяснения не просто грамматики, а жесткой, точной, тесной связки, тут даже, наверное, не слово жесткой, вот этой тесной связки со смыслом, с диалогами, когда грамматика оживает и становится понятно, зачем она, то хорошей опорой может быть для ваших учеников книга English Grammar and Dialogues, All Tenses, английская грамматика в диалогах на все времена, опять же, Татьяна Борисовна Крементьевой. Посмотрите, та же самая система. Начинаем с глагола to be в настоящем времени и доходим до future perfect continuous, потом постепенно, до согласования времен, страдательного залога, наклонения, the subjunctive mood, разных типов вопросов. И посмотрите, как делается. Опять очень простое объяснение. У нас есть образец языковой и затем речевые фразы. Мы видим микродиалоги, которые построены исключительно на этом грамматическом явлении. Например, глагол to be. Оказывается, очень много можно сказать, уже зная только глагол to be и горстку слов. Тут у нас и приветствия, и благодарности, и извинения, и телефонные разговоры, и встреча в аэропорту, и знакомство с кем-то, и можно и о хобби поговорить, и так далее, и так далее, и разговор о семье. И оказывается, даже уже за глаголом to be у нас внезапно с помощью этой книги очень сильно расширяются горизонты, потому что, к сожалению, в учебниках школьных обычно глагол to be изучили, и скорее-скорее идем дальше. А здесь как раз можно поработать вот в таком ключе. Ну и когда дети стали постарше, есть серия пособий, сейчас выпущены две книги, этих пособий сейчас уже обновленный. Вариант первой книги как раз вышел, где формат заданий чуть-чуть поближе к ЕГЭ. И посмотрите, как делается. Это для разговорных клубов. Кстати, коллеги, а напомните мне, пожалуйста, это коварный вопрос, потому что я знаю, что вы прекрасно знаете ответ. В каких заданиях ОГЭ и ЕГЭ нам нужно именно уметь быстро и четко отвечать на вопросы? То есть, в общем-то, делать ровно то, чему нас вот эти предыдущие книги и обучают. У нас в устной части есть задание на... есть задание в ОГЭ телефонный опрос, да? А в устной части ЕГЭ у нас интервью. И, к сожалению, несмотря на то, что интервью-то вроде бы это задание базового уровня, оно оказывается гораздо более сложным и там больше делают ученики ошибок, чем в задании, например, в последнем, четвертом задании устной части, там, где нужно высказывать свое мнение, опираясь на картинки и объяснять, и аргументировать, и прочее, прочее, прочее. Почему так получается? Потому что монологическая речь у нас ставится неплохо, слава богу, в школах. А вот с диалогической речью у нас получается не очень легко. И именно этих умений не хватает, особенно, когда идет речь о сложных вопросах. Например, в этом году были, например, в одном из регионов была тема, если я не ошибаюсь, дружба, и там задавались такие вопросы, как, например, what should a good friend do? What should a good friend never do? Do you consider yourself a good friend? Why? Вот они вроде бы несложные, правда же? По языку они точно несложные, но они иногда ставят в тупик, потому что вот с этой точки зрения как-то и не думали раньше. Правда же? У нас есть мнение, но чтобы его высказать, надо подумать, а у нас 40 секунд всего на ответ. Правда же? Или, например, были такие вопросы, как what Russian writers would you recommend a foreign friend to read? Это на тему reading. Или, например, были вопросы про public transport, и они тоже вроде бы простые. Например, do you think that you need more public transport in your area? Или там more kinds of public transport, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы на это ответить, надо быть готовым. Но это простой принцип. Чему учим, то у нас и получается. И это вот действительно та самая проблема. Поэтому вот то, что я вам показываю, это как раз те вещи, которые помогают безболезненно подготовить вкусные части. У меня в этом году две ученицы сдавали ОГЭ, обе набрали, по-моему, по 65 баллов, что очень хорошо, это пятерки. Причем, вы знаете, одна девочка, когда начала заниматься год назад, ну, там, по часу в неделю, у нее с говорением была проблема в том, что она говорила охотно, много, она часто за границу ездит, но у нее грамматика ее подводила. Она не понимала, почему так говорить, прочее, она просто воспроизводила однажды услышанное, заученное. Она свободно, гибко воспроизводила, но с грамматикой были большие проблемы, и они ее очень держали, она часто не знала, как именно что-то сказать, если она этого раньше не слышала. То есть она воспроизводила хорошо, конструировать фразы не могла. А вторая ученица, у нее другая проблема, с грамматикой тоже проблема была, она еще медленно говорила, она предпочитала подумать, и вот когда у нее уверенность зарождалась, что она правильно говорит, она только тогда формулировала свою мысль, я очень боялся, что она просто не успеет уложиться во время. Ничего, слава богу, пятерки заработала. Вот сейчас жду от двух учеников результатов ЕГЭ, но вы знаете, тренировка на вот это вот интервью, она была, пожалуй, самой сложной, потому что там вопросы непростые, они довольно неоднозначные. Где нам взять тренировочный материал для неоднозначных вопросов? А вот как раз пособие Олега Владимировича Щепелева, посмотрите, как оно работает. Здесь несколько юнитов, каждый юнит посвящен крупной теме, например, Family and Friends, но она делится на более мелкие. Family Matters, Appearance, Character, Friendship, Love and Marriage. И для каждой темы все начинается с вопросов. Вопросы эти четырех уровней сложности. Что значит четырех уровней сложности? Вот он, первый уровень. Там вопросы действительно очень простые. Например, What family do you come from? Who does a family consist of? Do you have siblings? How do they look? Can you describe their personalities? What things do your new siblings enjoy doing together? И это прямо вот хорошие вопросы для ОГЭ. Правда же? Если не считать, что в девятом классе дети не всегда знают слово sibling. И так далее. Второй уровень. Посложнее вопросы. How much time do you spend with your family? What do you enjoy doing? Вроде все просто. Дальше. How does a family celebrate birthdays, important events? Is there something unusual or special about your family? Вот тут уже надо задуматься. What is the best advice your parents have ever given you? И так далее, и так далее. Вот тут есть о чем подумать. Они вроде бы тоже простые по языку, но этот ответ уже не автоматический будет. Придется думать. Уровень 3. Посмотрите. What are the benefits of being close to your family? Это точно прямо уровень, логический уровень ЕГЭ. Коминитивный уровень. Are you different at work and when you are with your family after work? Ну, тут можно вместо work school сказать. If so, how are you different? What about your husband, wife, parents? Тут про дети можно говорить, конечно. What is a family reunion? Do you have family reunions? И так далее, и так далее. Например, Is it a good idea to postpone your marriage for different reasons? Очень актуальная тема в 11 классе. У нас дети уже задумываются над тем, как они в ближайшие годы вырастут, когда семья и прочее, прочее, прочее. И вот посмотрите. Помните, я вам приводил пример. What should a good friend do? What should a good friend never do? А здесь посмотрите, какие вопросы. What do husbands expect of their wives? What do wives expect of their husbands? То есть, суть вопросов примерно та же самая. Но посмотрите, как удобно получается. И, наконец, там есть уровень четвертый еще. Ну, на четвертый мы смотреть не будем. Он выходит уже за рамки ЕГЭ. И это уже хорошо либо для улюбленного изучения, либо есть у вас очень хорошо говорящие дети. А мы-то с вами говорим про то, как научить говорению. Причем, посмотрите, для каждого уровня вопросов есть опорная лексика, которой может не хватать. Помните, снимаем языковую сложность, когда ребенок не знает, как это сказать. Есть тренировочные задания. И посмотрите, пожалуйста, вот у нас задание на лексику. Надо подобрать к выражениям определения. Задание на лексику уже в контексте. Мы здесь работаем, вставляем, заполняем. И у нас есть текст на чтение, где дети могут получить новую дополнительную информацию. Например, Everyday life of a family with nine children. Тут действительно есть что почитать. Потому что, как только представишь, я вообще представить не могу, как семья с девятью детьми живет, да еще ежедневно, вот эту повседневную жизнь, я представляю, насколько им с одной стороны непросто, с другой интересно. И мы тут немножечко заглядываем в эту семью. И так далее. Итак, мы с вами поговорили о том, как можно снимать языковые трудности, как можно снимать речевые трудности. Очень по шагам мы посмотрели на ресурсы. Давайте посмотрим на игры для говорения. Хорошо? Что можно сделать для того, чтобы не тратить силы и время на подборку вообще каких-то вещей, на разработку и прочее. Я, как всегда, показываю игры, которые практически не требуют материальных вложений и практически не требуют вложения времени. Самая первая игра, она простая. Пишем на доске длинное слово или словосочетание, а ученики в командах пытаются составить из букв этого слова как можно больше других слов. Например, пишем extraordinarily interesting. Если хотим упростить задачу, пишем слово extraordinarily только. И ученики в командах обсуждают и пытаются вот эти слова написать. Вы скажете, где здесь говорение? Как раз именно во время этого обсуждения. Они вспоминают, какие слова могут быть и прочее, прочее, прочее. Потому что тут, например, легко. И ordinary, что там еще? И one, у нас слово есть, и interest, и так далее, и так далее. Вот у нас банк букв фактически появился. Это примерно как играть с Preble, только попроще и не требует никаких игровых полей и прочего. Еще одна игра. Эта игра помогает учиться перефразировать. А ее на самом деле используют для подготовки будущих дипломатов. Поэтому она так и называется The Diplomat. Здесь очень простая задача. Надо отвечать на вопросы, не говоря слов yes или no. Вопросы могут задать либо игроки друг к другу, либо ведущий один, например, учитель. И мы здесь задаем те вопросы, на которые прямо так и хочется сказать yes или no. Мы же знаем, как часто ученики, например, про все говорят nice и прочее, и прочее, никак не могут научиться переформулировать себя, они могут научиться гибкости. А здесь мы играем, например, задаем вопрос have you had breakfast today? И вместо того, чтобы сказать yes или no, ученик может сказать, например, I never have breakfast или I always have breakfast или it was delicious, но мы не произносим слово yes. Или, например, что еще можно? А вот, кстати, предложите, пожалуйста, коллеге, как можно ответить на вопрос have you had breakfast today, но не говоря слово yes или no. After that, I was full. Прекрасный пример. I'm still feeling heavy. Я мог бы сказать. I had breakfast today. Отлично. Замечательно. Oh, it was really yummy. Так, спасибо большое. А как сказать, что не было завтрака? Кстати, можно просто ответить of course и тоже будет ответом, правда? Surely that's my favorite meal. Отлично. Спасибо большое, Элина Юрьевна. I haven't had, но ответить нам слово no нельзя говорить. I didn't have enough time. Тоже, но здесь мы можем пойти какие-то сделать скидки и сказать, ну ладно, вот там didn't и прочее можно. I didn't have breakfast нельзя, потому что no. Вот про no это сложнее, конечно, сказать. Поэтому я вот тоже думал, а как можно ответить? Мне пришла в голову. I skipped it. Прекрасный вариант. I have been starving. Можно сказать вместо haven't. Правда? Мы же not. Не можем сказать. Кстати, есть коварный шаг здесь. Мы можем еще детям сказать, что нельзя использовать предыдущий прием. Вот если кто-то уже его использовал, нельзя повторять. Но тогда игра быстро заканчивается, потому что это тяжеловато. I've been starving. I'm ravenous. Или I'm still ravenous. I was in an awful hurry. Прекрасный вариант. I only had lunch. Отлично. My mom forgot to go. Посмотрите, как интересно получается. Причем, посмотрите, мы начали с простых вещей. Посмотрите, какие у нас интересные выражения и объяснения пошли и прочее. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, будет ли ученикам интересно поиграть в эту игру? Потому что мне кажется, что мы с вами взрослые люди, и то мы с удовольствием подключились. Потому что мы вроде бы все простыми словами говорим, но нам приходится извернуться немножко, чтобы сказать I'm never hungry in the morning. Прекрасный вариант тоже. Вот как вы считаете, будет ученикам интересно? Я пробовал с учениками. Мои обычно любят эту игру. Потому что они вдруг понимают, насколько гибко они начинают владеть языком. Они перестают с помощью такой игры, благодаря ей, они перестают смотреть на язык как на набор правил. Они вдруг понимают, что даже когда им не хватает словарного запаса, это нормально, к сожалению. Язык – это гибкий инструмент. Которым они вдруг научились пользоваться. Вот такие вот моменты. Еще одна игра. И эта игра помогает хорошей создавать атмосферу в классе. Вот как раз, когда у вас ребенок застенчивый какой-то, что-то еще. Как она работает? И зачем она нужна? Бывает, когда дети стесняются. Когда им некомфортно говорить друг с другом. Бывает, нам надо атмосферу исправить. Бывает, нам надо просто, чтобы дети немножко приободрились. Вот эта игра подойдет. Она называется Batchew. Что делается? Игроки берут по листочку бумаги, не подписывают эти листки, пишут один факт, которых их не устраивает в себе. Например, I'm lazy. Вот я про себя такой периодически говорю, когда надо бы больше сделать, а я уже к вечеру, я понимаю, что сил не хватает, я говорю, I'm too lazy. Но они, когда это написали, они передают листок соседнему игроку. Тот пишет, Batchew добавляет какой-то положительный факт об игроке, например, but you are a great friend. А затем мы эти листки собираем с вами, неподписанные, и зачитываем, а остальные пытаются отгадать. Например, who is lazy, but is a great friend? Или who thinks that he or she is lazy, but in fact he or she is a great friend? И остальные начинают говорить, I think it's Svetlana, because, и приводят какие-то примеры. Вот чем игра хороша? Во-первых, она простая с точки зрения языка, правда же? И она берет совершенно четкую тематику. Черты характера, внешность, еще там что-то. А с другой стороны, она дает положительный эмоциональный заряд, потому что детей хвалят. Она позволяет поотгадывать, она позволяет пообъяснять, почему, например, мы так считаем про кого-то. Да-да-да, можно в паре обмениваться для того, чтобы ребенок видел, кому он пишет ответ вот этот вот. Но только они вдвоем знают, что у них там было написано. Вот, если вы хотите, можно сделать несколько итераций, но тогда сказать, что вот каждый раз пишите про себя новый факт и меняем пары тогда. Причем, знаете, можно сделать по-разному. Можно, например, поставить детей в два круга. Один внутренний круг, другой внешний. И вот они передают и вращаются. Например, передал листок, получил ответ, перешел к следующему. Снова написал, передал, получил ответ. Но там же надо и про одноклассника написать. Либо можно строить какой-нибудь минглингейм для того, чтобы дети могли там смешаться и переходить друг к другу. Это вот, как мы бывает, опроса проводим, когда надо опросить как можно больше людей. Вот они с листочками тоже должны будут подбегать. Тогда мы им заранее предлагаем возьмите пять листочков. На каждом листке по одному факту напишите о себе, который вас не устраивает. Только не повторяйтесь. Другое дело, мы же знаем, что бывают дети, которых все в себе устраивает. Не важно, что думают окружающие. Но мы их просим напрячься и подумать. А вдруг что-то там не то есть. И вот такая вот игра получается. Очень хорошо влияет на атмосферу. Самое главное, что именно ответы должны быть доброзвательными. Вот эти вот бачью. Правильно? Что еще может быть? Игра, которая позволяет создавать микрорассказы. Здесь несколько вариантов той самой игры Буриме. Но как их можно сделать? Во-первых, мы можем опираться на картинки. Очень часто бывают проблемы. Детям говорят, опиши картинку. Но у нас появляется та же самая проблема. У нас нет коммуникативной ситуации. Непонятно, зачем описывать. Непонятно, с какой целью. Непонятно, для кого описывать. Да и плюс бывает трудновато, потому что описание картинки требует опционной логической организации текста. Правда же? Например, там слева направо, от краев к центру, от центра к краям, от заднего фона к переднему, сверху вниз и так далее. И это сложно, потому что там надо еще думать, как это описание построить. Можем сделать проще. Мы меняем задание. Вместо того, чтобы говорить describe the picture, непонятно зачем, мы говорим say as much as you can about this picture. И здесь дети даже маленькие, у которых мало пока еще словарного запаса. Они могут назвать, начиная с цветов, например, it's yellow, it's pink, it's red и так далее, и так далее. Или I see, помните, как вот это вот, I spy with my little eye. I see a sofa, I see a carpet, I see a picture и так далее, и так далее. Либо мы можем еще и опорные вопросы позадавать, если от картинок сюжетный, на ней явно какое действие происходит. Например, who is in the picture, what is he or she doing, how are these people related to each other, и так далее, и так далее. То есть дети фантазируют и они говорят отдельными предложениями, но у них есть опора. Можно поступить еще таким путем. Делаем подборку картинок. И журналы можно вырезать, комиксы взять, можно отрезать вот эти speech bubbles, можно их там оставить. И пишем на доске слова. Например, love, friendship, anger, travel, marriage, и так далее, и так далее. И ученики придумывают рассказы, выбирая нужные картинки, которые будут иллюстрировать, и выбирать слова. Используют story cubes. Их легко найти в интернете, их можно вырезать, наклеить на кубики. Там абстрактные символы, как опор для воображения. Но вы знаете, вот из моего опыта кубики делать не очень удобно. Их бросать куда-то надо и прочее. Проще взять вот эти вот наклейки и распечатать, разрезать на квадратики. Вместо того, чтобы бросать кубики, дети будут просто наугад этот символ вытягивать. Еще проще будет. Но можно сделать и немножко поинтереснее, попроще тоже. Придумываем рассказ. Опять же, берем комиксы, но нам надо несколько взять, разное, разрезаем их на части и складываем все картинки из нескольких комиксов в одну коробку или в пакет. Затем игроки по очереди достают по картинке и начинают свой рассказ, опираясь на изображение. И каждый следующий игрок должен логично вписать свою картинку в рассказ. Там сложности будут, что они не глядя вытащили, и у них будет внезапно совершенно неожиданный поворот сюжета. Неожиданный для них самих в первую очередь. Им надо будет подумать и придумать, как бы к этому мостику перекинуть. Задача совсем не такая простая. Она интересная, но она не простая, поэтому на нее надо отвести их определенное время. Точно так же можно поиграть по принципу буриме, когда игроки по очереди создают рассказ по одному предложению. Например, первый игрок начинает этот рассказ. Например, там, второй игрок продолжает третий игрок и так далее. Вот здесь здорово, если учитель может выступать на равных с учениками, и тоже, когда до него доходит очередь, он тоже выбрасывает предложение. Почему это хорошо? Потому что мы можем управлять жанрами, мы можем вводить каких-то фантастических персонажей, мы можем совершенно менять тональность рассказа, мы можем вводить туда такие детали, которые придется придумывать. Например, she loved jam very much when she decided to make some jam herself. Предположим, я здесь учитель, и я говорю, but she had no barriers of fruit at home. И все, следующий ученик должен придумать, куда там девочка отправилась за тем, чтобы с чего-то варенье сварить и так далее, и так далее. То есть мы можем управлять здесь. Ученики сами с удовольствием справляются с этой задачей, на самом деле, они тоже любят подбрасывать какие-то неожиданные детали и ждать, как там следующий выкрутится. Так что задача интересная. Какие еще игры могут быть основой для говорения? Игры на выбор. Начиная от вот этой известной игры, например, you are going to spend a month on a desert island. What five things will it take along with you and why? И дети выбирают и думают. Либо, например, вот такая игра. Imagine that only 20 words will be left for people to use. Which 20 words will you choose? Why? И затем предлагаем, когда они выбрали в парах, например, эти 20 слов или в микрогруппах, мы говорим теперь write one paragraph using only the 20 words that you've chosen. Ну, это проверьте себя, насколько вы эти слова хорошо выбрали. И все равно у нас получается говорение в процессе обсуждения, аргументация, почему это слово взять, почему то взять слово. И потом мы что-то пишем, что тоже становится опорой для дальнейшего говорения. Игры на выбор альтернативы. Причем альтернатива может быть какая-то реалистичная, более-менее would you rather be a dipsodiver or an astronaut? Ну, условно реалистичная. Или, например, would you rather spend the weekend with your friends or with your family? Менее реалистичная. Would you rather be invisible or be able to read minds? Вопросы могут относиться к системе ценностей. Would you rather never use the internet again or never watch TV again? И так далее, и так далее. Дети выбирают, отвечают, можно спросить, почему? И у нас начинается говорение, потому что это обмен мнениями пошел. Вот помните, те опоры и столбы, опоры для говорения, про которые мы говорили, вот эти принципы information gap, opinion gap, experience gap и игры. Мы здесь сочетаем и вроде бы игру, и opinion gap. И дети очень иногда удивляются, что мнение далеко не совпадает с антопластниками. Хорошей опорой для говорения является описание каких-то ситуаций, в которых могут быть разные неоднозначные ответы. Можно объяснить по-разному. Например, the must have been a wedding here, Frank said. How did he come to this conclusion? А вот действительно, откуда человек может знать, что здесь была свадьба? Ну, может быть, там машина уезжает и за ней вот эти вот cans are ringing behind it. Или, может быть, там, я не знаю, рис рассыпан или еще что-то, голод вылетает, цветами все украшено. Самое главное, что дети будут выдавать свои варианты, и здесь множество ответов может быть. Или, например, могут быть вот такие задания, где нам надо синтезировать информацию, использовать ту информацию, которую мы знаем с других предметов. Например, why are homes around the world different? И тут можно поговорить и про климат, и про доступность материалов, и про культурные традиции и так далее, и так далее. Или какие-нибудь задачи творческие. List as many uses for paper as you can imagine. Вот такие могут быть. И самое приятное в этих заданиях это то, что их очень легко придумать, и не нужны нам никакие ресурсы. То есть мы действительно общаемся, говорим, и у нас урок превращается в общение. Ну и, конечно, моральные дилеммы работают. Когда мы предлагаем какой-то выбор, подумать, эта ситуация морально неоднозначная, потому что должны быть обязательно стороны и за, и против. И мы предлагаем ребенку ответить. Например, what would you do if you found 200 dollars on empty bus late at night? И вот действительно, что с этими деньгами делать? Водителю отдать? Где гарантия, что водитель их себе не оставит? Идти в полицию? Ну, наверное, может быть. Дать объявление, как доказать, если человек придется деньгами, что это действительно его деньги? И так далее, и так далее. С другой стороны, оставить себе, а вдруг для кого-то это прям последние деньги, они их собирали для чего-то. То есть тут есть о чем задуматься. Таких моральных дилемм найти много. Можно прямо в интернете поиском moral dilemmas, и они у вас получаются. И, наконец, еще один момент, о котором я хотел сказать. Мы уже движемся к завершению. Я обещал, что у нас сегодня будет довольно короткий вебинар. Короче, обычно 45 минут как раз укладываемся. Еще 5 минут осталось. Можно задавать творческие микропроекты. Когда дети вместе что-то создают, им приходится говорить об этом. Например, плакаты создают, открытки, песни с помощью нейросети. У нас, кстати, будет следующий вебинар, который я буду проводить. Это будет небольшой вебинар-тренинг. Мы будем учиться создавать песни с заданными параметрами, с нужными голосами. Мужские, женские, детские и так далее. Посмотрим, какие неожиданно интересные иногда промпты получаются. И посмотрим, как можно песни создавать. Я вам хотел показать одну такую песню. Если вам нужна презентация, я вам дам возможность, естественно, ее скачать. Но давайте мы с вами сейчас посмотрим на одну песню, которую я создал к книге Клары Сакун-Кауфман. Книга называется «Английский стихах в школе и дома». Это для начальной школы. И посмотрите, пожалуйста, вот эта песня. Сейчас перед вами появится экран. Я ее включу. И давайте послушаем так. Если бы вы не знали, что эту песню и музыку и голоса записал компьютер, смогли бы вы догадаться, что это создано компьютером или не смогли бы. Я сейчас включаю. Одну секунду. Я попрошу вашего внимания на полторы минуты. Всего лишь эта песня не длинная. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Вот такая песня. Коллеги, как вам понравилось? Ирина Юрьевна пишет, что как рождественская. Вы знаете, я бы тоже не догадался, что эта песня и музыка написана компьютером, и голос сгенерированный полностью. Но посмотрите, и мелодия интересная, и сами голоса. У меня больше ассоциация возникла. Помните, вот этот старый фильм Мэри Поппинсон, американский. И тоже действительно интересно. Я мог бы и больше показать, потому что на самом деле есть совершенно. Ее трудно петь, она не предназначена для пения. Конечно, нет, что вы. Это как из диснеевских мультиков, вы совершенно верно сказали. И это не для того, чтобы мы с детьми спели. С песнями же можно совсем по-разному работать. Мы как раз будем в следующий раз говорить, что можно делать с песнями, кроме того, чтобы их самим петь. Если вообще вам интересно, вот вам могу вот такую песню коротенькую показать. Коллеги, дадите мне еще три минутки вашего времени. Хотите еще одну песню послушать в совершенно другом жанре. Давайте. Так, коллеги, сейчас и секунду. Я хотел бы, чтобы у нас на экране она появилась с текстом, а не только музыка была. Сейчас загрузится. Ага, вот она. Давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Например, как из мюзикла можно включить театральную постановку запросто. Действительно, может быть интересно. Можно устраивать и танцы, и прочие вещи. А представляете, насколько легче будет запоминаться информация, как можно уроки оживить. Вот об этом поговорим в следующий раз. И самое интересное, что эта песня, которая на стихи Клары Исаакна, Марианна Юрьевна Кауфман была создана нейросетью. От мелодии до голосов, до аудиозаписей и так далее, и так далее, и так далее. Вот поговорим про такие вещи, тоже будем создавать свои моменты. Причем я специально разных жанров создавал. Знаете, очень хочется показать, но давайте в следующий раз. Ладно? Потому что там действительно много очень интересных вариантов. и рэп, который на удивление хорошо звучит, и свинг, и так далее, и так далее. Причем мне кажется, что и ученикам, несмотря на то, что это совершенно не их стиль музыки, которую они вокруг слышат, мне кажется, это может создать хорошую эмоциональную атмосферу на уроке и, возможно, заинтересовать детей. Ну что ж, поговорим об этих вещах в следующий раз. А мы с вами на сегодня уже движемся совсем к завершению. Если вам надо, я вам могу презентацию отправить в чат. Вы как раз слышите вот ту песню про What Would You Like по этой ссылке потом сами послушайте, если хотите. Я у себя в профиле во Вконтакте тоже публиковал парочку песен из тех, что получились. Мне интересно было посмотреть на реакцию. Вот такие вот моменты. Ну и книги, о которых мы говорили, они уже есть, кроме активатора Русинова и активатора Русной речи, которые в августе появятся. Эти книги есть и на сайте englishteachers.ru в интернет-магазине. Многие книги можно посмотреть на сайте титул онлайн, там по онлайн-подписке есть на Озоне, на Wildberries, ну и, конечно, в обычных книжных магазинах. Так, презентацию, да? Вот действительно, посмотрите идею Ирины Юрьевны, ну и пусть танцуют, сделаем движение на отдельные слова. Да, совершенно верно. Так, презентацию. Одну секунду, коллеги, сейчас я отправлю. Секундочку. Так, отправляю в чат, там всего 3,5 мегабайта, поэтому надеюсь, что несложно будет скачать, даже если вы с мобильного устройства слушаете. Ну что ж, тогда мы с вами встречаемся уже в июле, время летит быстро, даже не верите, что почти летний месяц позади, уже в этом году, поскольку високосный год, летний солнцесостояние, оно уже было прошлой ночью. Вот, коллеги, встречаемся тогда в июле, давайте придем тогда, соберемся, потренируемся, как вот такие песни создавать, чтобы вы могли себе создавать все, что вам хочется. Мы, кстати, на русском языке тоже создаем, потому что там интересные вещи есть. Поучимся это делать и есть еще одна интересная идея, но давайте я уже в следующий раз поделюсь. Еще раз спасибо вам большое за ваше время, я вам желаю хорошего вечера, замечательных выходных, и до встречи в июле. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...